Уважаемые слушатели аудиокниг! Нужно сказать, что те аудиокниги, которые читает актёр Костя Сухёнов, то есть я, в большинстве своём, в абсолютном большинстве, являются абсолютно бесплатными и выходят на всех площадках в открытую, без всякой дополнительной платы. Аудиокниги выходят на Ютуб-канале Актёр Костя Суханов, на Бусти, Вконтакте, Одноклассниках, на сайтах Акнига.орг, Книговухи, на Рутубе, Яндекс.Дзене. Очень многим нравится слушать Телеграм, поэтому создан отдельный канал, который называется Аудиокниги читает Костя Суханов. Что касается этой аудиокниги, то основным спонсором, если кому-то так нравится, но я называю это меценатом этой аудиокниги, является Владимир Синичников из города Владивосток. Он нашёл, достал, выкупил и прислал мне саму книгу, которая является крайне редкой и очень хорошо поддержал меня финансовым. Поэтому все мы слушаем эту аудиокнигу абсолютно бесплатно. Спасибо, Владимир. Но и ваши странички, безусловно, здесь есть, потому что ваши донаты также поддерживают моё творчество. Наше с вами творчество. Книги вечны, и таким образом мы с вами оставляем свой след в истории. Спасибо огромное каждому из вас. Поддержать наше с вами совместное творчество может каждый, отправив финансовую поддержку на карту переводом по номеру телефона плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь на Сбербанк, Тинькофф, Юмани, Яндекс Банк. А также номер плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. Это мой прямой мобильный, ватсап и, конечно же, телеграмм для нашей с вами связи и предложений. Также со мной вот связался Владимир и сделал такое предложение. И вот появилась эта аудиокнига. Спасибо. Также считаю помощью ваши заказы поздравлений для своих близких, рекламы и тому подобное. Огромное спасибо. Аудиокнига продолжается. Барс на фоне восходящего солнца Мне хочется рассказать незабываемый по красоте и переживаниям случай охоты на Барса, произошедший с нами двадцать восьмого декабря тысяча девятьсот сорокого года в Манчжурии. Такие случаи как раз и составляют главную прелесть охоты. Пробыв в тайге около двух месяцев, имея уже много интересных трофеев и не менее интересных переживаний, я и трое моих сыновей, Валерий, Арсений и Юрий, решили в это холодное декабрьское утро закончить нашу охоту и отправиться домой в Корею, чтобы к кануну Нового Года быть уже дома. Нам предстояло пройти пешком до границы около семидесяти верст, что, как мы думали, займет двое суток. Возвращались не без разочарования. Ноябрь и первая половина декабря выдались бесснежными. Мы же, выезжая на охоту, мечтали о тиграх, которых, как известно, при бесснежье добыть почти невозможно. К тому же и все наши поиски в течение двух недель после выпадения снега оказались тщетными и ни к чему не привели. Не будь так близко Новый Год, мы бы еще не поехали домой. Тем более, что довольно сложная часть охоты — это переезды и отъезды со всякими формальностями при переходе границы, как то визирование паспортов, таможенные обрядности, оформление оружия и так далее. Надо отдать должное властям, они всегда шли нам навстречу. Однако делать было нечего. К Новому Году следовало вернуться домой. Поэтому, когда мы утром сидели за последним завтраком в Паукоу, настроение было уже неохотничье. Старший из моих сыновей Валерий вышел немного раньше, чтобы в следующем селении Хваньгоу заявить властям о нашем уходе, после чего должен был подождать нас, чтобы идти вместе. Мы втроем, нагрузив телегу нашим охотничьим скарбом и забрав свору в собак, распрощались с хозяевами и отправились следом за ним. Дойдя до Хваньгоу, мы зашли в один из домов на окраине поселка, чтобы проститься со знакомыми русскими стражниками, у которых порядочно засиделись. А выйдя оттуда, уже не застали Валерия в селении. Он не дождался нас и ушел. Мы увидали его фигуру на полверсты впереди нас, как только вышли из деревни. Скоро он уже скрылся из глаз за ближайшим поворотом узкой скалистой долины. Собаки бежали тут же, а близость только что покинутого селения, казалось бы, не сулила никаких охотничьих сюрпризов. Влево от нас возвышалась крутая гора с изредка разбросанными старыми деревьями, с густо заросшими кое-где по косогору небольшими скалами, россыпями камня и перерезающими ее маленькими оврагами. Едва мы зашли за небольшой уступ над дорогой, скрывающей от нас этот косогор, как услышали за ним лай одной из собак. Ну, вначале не придали этому значения, так как не ожидали встретить здесь ничего существенного. Однако, когда лай повторился, я и Арсений выскочили на бугорок, чтобы посмотреть, что происходит. Лай доносился из леса, сожжение в ста от нас. Не хватало же на лицо двух молодых собак — Ассори и Вори. Мы стали прислушиваться, все еще не придавая значения лаю. Младший же мой сын Юрий оставался на дороге, не веря, что мы набрели на крупную дичь. Собаки с Ворой тоже крутились около нас, видимо, не доверяя лаю молодых. Но вот прошло две-три минуты, и лай сделался серьезным и басистым. Мы поняли, что они лают не на козу или зайца, а на крупного зверя вроде кабана. В это время на пригорок поднялся и Юрий, все еще не верившись, чтобы здесь было что-то серьезное. Но я уже стал думать, что не кабан ли это, заблудивший так близко к селению, обнаружен с собаками. И вот, решив поддержать собак, травя остальную свору, мы полезли по кустам кверху, рассыпавшись в порядке, как стояли. Я оказался правым. Левее стоял Арсений, а еще дальше Юрий. Сыновья мои наступали прямо по овражку на лай, а я наметил себе путь на лежащий впереди холмик. В это время рванулись вперед собаки Ральф и Ларга. Лай усилился, но из-за холма я не мог ничего видеть, так как я не видел и охотников, скрывшихся в лесу. Скоро ушли оставшиеся при мне северы кома, и после этого эхо их лая загудело вовсю. Не слышавший этого звука, песни собак никогда не поймет тех переживаний, которые испытывает охотник, когда не существует ничего на свете и ничто не может остановить его. Особенно, когда он чувствует впереди себя интересную добычу. При этом воображение почти всегда рисует нечто большее, чем бывает в действительности. Однако, бывают и исключения, как и случилось у нас. Стремясь как можно скорее увидеть, в чем дело, я изо всех сил старался вскарабкаться на холм. А лай шести собак все усиливался и вот уже стал разноситься по лесу так громко, что все время ему вторило эхо. Я поднимался на восток в сторону восходящего солнца. Было одиннадцать часов утра, и навстречу мне из-за высокой горы брызнуло золотое солнечное сияние, нестерпимое зимой. Уже перед самым восходом на сопку я ясно определил, что лазь совсем недалеко, а за перевалом. Еще несколько шагов, и передо мной открылась картина, какую я редко видел за долгие годы своей охотничьей жизни. На расстоянии ста шагов впереди, на вершине старой высокой дугой изогнутой березы, боком ко мне стояла всю свою красоту старый красавец Барс. Шерсть на всем его изогнутом теле стояла дыбом, а восходящее солнце, в ореоле которого он предстал передо мной, окружало его золотым сиянием. Барс, конечно, всецело был занят собаками. Устремив на них горящий взгляд, он рычал, чувствуя себя пока в относительной безопасности. Он не замечал еще приближения охотника. Как я в это время пожалел, что со мною не было фотографического аппарата. Конечно, при первом же взгляде на такой редкий трофей мне захотелось его получить. Но тут пришлось взять себя в руки и напрячь всю выдержку старого тигра, чтобы не сделать промаха и выстрелить уже наверняка. Солнце, светящее прямо в глаза, мешало выстрелу. К тому же я знал, что в случае моего промаха, если я лишь раню Барса, он может в борьбе задрать несколько собак, что уже случалось у нас в прошлом. И после чего мы дали слово стрелять Барса на дереве лишь наверняка. Но нельзя же было позволить зверю уйти. Мысли проносились быстро, и причин этому было много. Я понимал, что надо прежде всего подойти так, чтобы избежать светившего в глаза солнца. Но при этом, спустившись за холм, я попал бы в чащу. Правда, не теряя из вида зверя, но сквозь ветки выстрел не мог быть верным. Надо было обойти до относительного редколесия, но при этом пройти почти на виду у такого зоркого и смелого зверя, как Барс. Окончательно же усложнило дело то, что в лесу я был не один. Другие охотники в любой момент могли иметь лучшие условия для стрельбы. Могли бы снять зверя у меня под носом. Если зверь, услышав меня, успеет спрыгнуть с дерева раньше, чем я пройду через густую чащу, он сможет уйти от меня безвозвратно. Все это волной пронеслось в уме, но выдержка взяла верх и, откинув мысль о поспешном выстреле, я, держа на виду зверя, стал красться к чаще, забирая вправо, чтобы выйти в сторону от солнца. Собаки, почуяв приближение охотников, лаяли, выли и наполняли лес несмолкаемым гомоном. Барс же продолжал прогуливаться по нависшей дуге березы и в бессильной злобе рычал на загнавших его на дерево собак. Вся тело его было напряжено и вся шерсть дыбилась. Когда мне оставалось до дерева не больше семидесяти шагов, Барс почуял охотника, волнение его усилилось, и он, видимо, решил попробовать прорвать блокаду, чтобы удрать. Изгиб березы от земли был не ниже шести сажений. Конечно, такого прыжка сделать он не рискнул и стал спускаться по стволу вниз, видимо, намечая место дальше от круга, занимаемого собаками. Когда до земли Барсу оставалось около трех сажений, он остановился, готовясь к прыжку. Я видел все это, но из-за густой чащи все еще не мог стрелять и только ускорял шаг, чтобы миновать последние ветви, мешающие сделать смертельный выстрел. Оставалось не более сорока шагов, когда Барс напряг все мускулы своего стального тела и, отделившись от дерева, тугой пружиной сделал пятисаженный прыжок через собачий круг. Еще миг, и он убежит. Я вскинул ружье, собаки бросились преследовать Барса, секунда прицела и затем... Выстрел. Пуля пронзила зверя насквозь, он перевернулся, и вся свора собак вмиг сидела на нем. Когда я подбежал у ног моих, кружился сплошной собачий клубок. Зверь в огоне царапал землю, собаки в азарте рвали его, и иногда он наносил им своими лапами сильные царапины. Все мои попытки оттащить собак, чтобы предохранить их от случайных ранений, были тщетны. В такой момент невозможно пристрелить раненого зверя, так как живой клубок сплетающихся на нем собак мешает выстрелу. Через три-четыре минуты подбежал Арсений и Юрий. Они тоже были совсем близко, но из-за чащей не могли стрелять по Барсу, а только слышали его ручание. Хорошо еще, что шкура Барса очень крепка и не поддается собачьим зубам. Но досталось и собакам. Базарте Вори все же всунул ногу в открытую пасть зверя, который прокусил ее. Этот прокус залечивал потом целый месяц. Все было кончено. Барс лежал неподвижно. Привязав веревки, мы по снегу потянули убитого зверя к дороге, где нас ждала наша телега с грузом. Положив на нее Барса, мы отправились дальше. Вся наша охота заняла не более сорока минут. Перед уходом мы решили выяснить, откуда появился Барс и по следам увидели всю картину. Оказывается, что ночью, недалеко от дороги, Барс задавил дикую козу. Всего в полуверсте от селения Хваньгоу. С аппетитом полакомился ею и залег отдохнуть на ближайшей скале. Оттуда-то он и увидел свора наших собак, идущих мимо него. Аппетит у зверя опять проснулся, и он захотел полакомиться собачатинкой. Для чего спустился со скалы и залег неподалеку от дороги за камень. Только на этот раз собачатина оказалась не по зубам для зверя. Только мы успели тронуться дальше, как нас догнал вышедший из Хваньгоу грузовик со стражниками, у которых мы час назад пили чай. Они были очень поражены такому быстрому успеху нашей охоты. Но еще больше был поражен старший мой сын Валерий, которого мы встретили идущим к нам навстречу за первым поворотом. Он не слыхал выстрела и ничего не знал. Валерий повернул обратно по совершенно другой причине. Отойдя всего одну версту, он пересек идущий через дорогу след крупного тигра. Ясно, он не мог пропустить такого случая и повернул к нам, чтобы поторопить нас следить хищника. Но обо всем, связанном с этим тигровым следом, я расскажу в другой раз. Сибата и Барс Случай, о котором я хочу рассказать, произошел в феврале 1928 года. Был у нас один приятель, охотник-непонец по фамилии Сибата. Это был старый промышленник-любитель, но настоящий старый корейский таежный бродяга, считающий себя лучшим охотником в нашей губернии. Человек он был в сущности обеспеченный, имел в городе Ранани большой магазин, где у него торговали дети, а сам он любил бродить месяцами по горам. Как и у всех местных промышленников, успех его зависел главным образом от хороших зверовых собак, когда стрелять зверя приходится наверняка и по большей части на очень близком расстоянии. Правда, здесь требуется большая выдержка, но отнюдь не та меткость, когда вам приходится стрелять на несколько сот шагов, да еще на бегу или в густой чаще. Все эти собачьи охотники, как я их называю, зависят всегда своим успехом от своры. Достаточно кабану или медведю прикончить вожака своры, да еще вдобавок одного или другого из его помощников, как такой собачник на год-два, пока не восстановит свои своры, переходит на второстепенное положение. Я лично никогда не строил своего охотничьего благополучия на одних собаках, а главным образом на хорошей винтовке и меткой стрельбе, будь то стоячая, лежачая, бегущая или летящая цель, чего я придерживаюсь и сейчас. Но, конечно, неплохо иметь хорошую зверовую свору. Это необходимо еще и потому, если принять во внимание густые заросли корейской и маньчжурской тайги, особенно в бесснежные периоды охоты. Особенность Сибата заключалась еще в том, что он любил хорошо выпить, а дома это ему не разрешалось родными. Но хоть уже по вечерам он часто бывал навеселей, тогда любил часами увлекательно рассказывать. Вспоминая все свои приключения за 25 лет бродяжничества по корейской тайге. Так как охота по зверю особенно сложна и в сущности представляет собою целую науку, то всегда со вниманием выслушиваешь такие рассказы. Каждый особенный случай, который может пригодиться на практике. Познакомился я с Сибата совершенно случайно. Бродя как-то осенью 1923 года до выпадения снега за кабанами, я встретил его в одном глухом горном ключе, идущем мне навстречу. Позади него плелись четыре серых собаки, маньчжурские лайки. День выдался жаркий, был уже заполдень, все вместе взятое располагало к отдыху. Сибата был высокого роста, с большой черной бородой и лопатой, что придавало ему стиль таежника. Он отлично говорил по-корейски, и это дало нам возможность разговориться. Кроме того, я решил использовать подвернувшийся случай, чтобы расспросить о корейской охоте, так как это был всего лишь второй год моей жизни в Корее. Расположились ручья. Я стал варить чай, а мой новый знакомый — рис, и поджаривать вяленую рыбу, которую так удобно носить и сохранять, особенно летом, когда от жары мясо быстро портится. Встретились в тайге, и, не зная друг друга, каждый из нас осторожно обнюхивал другого. Разговор не клеился. Мой собеседник явно уклонялся от ответов, когда я задавал вопросы о кабанах, тиграх и тому подобное. Наконец обед закончился. До вечерней охоты оставалось еще часа два. Мы разлеглись на сухой, мягкой траве. Но наше знакомство ни на шаг не подвинулось вперед. Наконец я уяснил, что мой новый знакомый попросту не считает меня за серьезного охотника. Это побудило меня прибегнуть к моему излюбленному трюку, который даже в юные годы ставил меня на почетное место как стрелка. Сибата, полежав, стал с видом знатока рассматривать мою трехлинейную винтовку и интересовался, как она бьет. Я ни слова не говоря взял ружье, перевел патрон, поднял с земли левой рукой круглый камень величиной в куриное яйцо и, держа в правой руке винтовку, левой я подбросил камень в воздух, быстро вскинулся и выстрелил. Момент. И от камня в воздухе осталась только пыль. Сибата, как видно, в момент выстрела хотел спросить, что я делаю, но так и остался с открытым ртом. Не каждый сможет понять то впечатление, какое этот выстрел произвел на человека тайги, считающего себя первым стрелком-охотником, во всяком случае в Северной Корее, где он жил. И вдруг явился кто-то совсем неизвестный и сделал выстрел, о котором он даже не мечтал. Когда прошло первое впечатление, он подошел ко мне и молча пожал мою руку, а затем попросил снова повторить такой выстрел, желая, как видно, проверить, не является ли он простым фокусом. Я молча поднял второй камень и проделал тот же номер. Свидетелем всего произошедшего был мой постоянный кореец-носильщик, который не только слышал о моей стрельбе от корейцев, но и сам неоднократно видел ее. Когда Сибата несколько успокоился, он отозвал в сторону моего корейца и долго о чем-то расспрашивал. Затем он подошел ко мне и сказал, «Раньше я думал, что я здесь первый стрелок и охотник, но теперь я вижу, что нас двое, а потому будем друзьями». И после этого он рассказал мне многое о корейской тайге. Когда мы расставались, он дал мне свой адрес и обещал приехать к нам в гости в Сайсин, добавив, что как только он узнает о появлении где-либо тигра, то сообщит мне, и мы вместе отправимся на охоту. Время шло, мы встречались иногда с ним в тайге, иногда он заезжал к нам, а я бывал у него. Во время игровой экспедиции господина Рида, которую я организовал в 1927 году, мы вновь встретились в тайге с Сибата, ненадолго соединили наши своры по кабанам, но вскоре же разошлись, уйдя дальше в горы. Об этой охотничьей экспедиции, продолжавшейся 30 дней, я как-нибудь расскажу впоследствии. Однажды вечером, в конце февраля 1928 года, Сибата сообщил мне по телефону из Ранана, что, по точным сведениям, исходящим от корейцев, в вершине Рананской паде, в верстах в 20-ти, в тайге появился тигр. Сибата приглашал меня утром с первым же поездом, захватив собак, приехать к нему, чтобы совместно тронуться за тигром. У нас, конечно же, все заволновались, и все имеющиеся в наличии охотники попросили их взять с собой. Готовились весь вечер. Рано утром отправили на вокзал собак, а позднее на автомобиль и поехали охотники в составе. Меня, моего племянника Виктора Гэм, и сыновей Валерия, которому тогда было 16, и 13-летнего Арсения. Начало было несчастливым. Автомобиль опоздал с подачей, а мы, в свою очередь, опоздали к отходу поезда. Следующий поезд был только в полдень, а Сибата обещал нас ждать с утренним, предупредив, что если мы опоздаем, он уйдет вперед один. Пришлось нажать на автомобилиста и заставить его везти нас прямо в Ранан. Погрузившись в авто с собаками, мы пустились в перегонки с поездом, у которого в пути были две остановки, в результате чего мы и прибыли в Ранан одновременно с ним. Нас встретил Сибата, уже готовый к походу со своими собаками, что составило общую свору в шесть штук. С нами были вожак своры Сангори и Кома с Орликом. Кроме того, к Сибата присоединился охотник кореец Ким. Сразу же, уложив вещи на подводу, мы тронулись в путь. Сибата еще раз подтвердил, что его вызвал из гор знакомый кореец, уверявший, что там действительно был тигр. Не скажу, чтобы я был в этом безусловно уверен, так как знаю, насколько большие фантазеры в этом отношении корейцы всегда склонны все преувеличивать. Я не раз, попавшись на удочку, не доверял им часто, из-за чего не раз и терял ценный трофей. Во всяком случае, если в данный момент это был не тигр, а барс, то и тогда охота обещала быть интересной. К полудню мы добрались до верхней Фанзы Рананской долины на краю тайги, откуда был вызов. Хозяин Фанзы продолжал нас уверять, что в ближайших горах действительно обитает тигр. Снега было очень немного и только в глухих северах. Все остальное пространство было вытаившим. Наскоро пообедав, мы решили разойтись по горам в разные стороны в поисках следов тигра. Дело оказывалось трудным, но раз приехали, приходилось доводить его до конца. Вышли все группой, и, отойдя с полверсты от деревни, спугнули козла, который отскочил на горку и остановился на бугре. Расстояние было шагов в триста. Я вскинулся было, чтобы выстрелить, но Сибата сказал, что на такое далекое расстояние мне не попасть. Однако выстрел раздался, и замертво подстреленный козел покатился к нам по косогору. Вся свора набросилась на него, и нам стоило большого труда отогнать шесть собак. Пройдя немного, мы разделились, чтобы идти поодиночке в поисках следов тигра. Наша свора пошла со мной. Пройдя верст десять, я забрался в старые дубники. Скоро стали попадаться следы кабанов, причем довольно свежие. Собаки скрылись с горизонта, но через четверть часа я услыхал лай, приближавшийся в мою сторону. Выбрав для стрельбы удобное редколесие, я остановился на бугре. Лай медленно приближался. Вскоре послышалось и характерное фуканье, идущих от собак кабанов. Обыкновенно каждый такой момент переживается охотником особенно ярко. Пожалуй, даже убитый и лежащий уже у ног охотника трофей не дает такой яркости переживаний, как ждание. Между деревьями замелькали приближающиеся спины кабанов. Это были три старые чушки, на поросят отсутствовали. Щетина на спинах кабанов стояла торчком. Они ежесекундно оборачивались на преследующих, идущих по бокам их собак, которые лаяли, но нападать боялись, чтобы не получить ранения. Кабаны двигались с достоинством, временами останавливаясь. Выбрав крупную чушку, я выстрелил, и она бросилась в сторону, в чащу. Две других бросились мимо меня. Со второй пули, бежавшая впереди, замертво перевернулась на месте, и лежала не шевелясь. По-третьей я выстрелить не успел, и она скрылась чаще. Собаки с яростью стали рвать поверженного врага, и я дал им несколько времени этим насладиться, тем более, что шкура кабана так крепка, что они не в состоянии ее продрать. Выпотрошив кабана и вынув желчь, которая в корейской медицине играет не последнюю роль и часто оценивается в четверть стоимости всего кабана, я завалил тушу хворостом и пошел посмотреть следы раненой первым выстрелом чушки. Она теряла много черной крови, что доказывало серьезность ранения, но день уже кончался, и в лесу темнело. Следить стало невозможно, и мне пришлось повернуть на ночлег к бивуаку, до которого через горы было не меньше двух часов ходьбы. Проведенным днем я был вполне доволен и спешил увидеть всех участников разведки, чтобы узнать новости о тигровых следах. Вернувшись, я застал всех уже лежащими на теплых каннах в Фанзе. Никто из них, как и я, никаких признаков пребывания тигра не видел, что, конечно, понизило общее настроение. Смущали только две вещи. Кореец категорически уверял, что тигр есть, а отсутствие при взрослых чушках поросят как будто бы говорило за то, что они стали жертвами хищника. Сибата ругал корейца, будучи смущен тем, что вызвал нас напрасно. Но у меня настроение было прекрасное, и мы решили следующий день вновь посвятить поискам тигра. Необходимо было также вывести убитого кабана и постараться отыскать раненого. С раннего утра все охотники вновь разошлись поодиночке в различных направлениях, а я пошел с возчиками показать убитого кабана. Не дойдя версты до места, где лежал убитый накануне зверь, я обнаружил в полуверсте от себя на старой липе несколько каркающих ворон. Они временами слетали на землю и вновь поднимались на дерево. У меня тотчас же появилась уверенность, что следить кабана мне не придется, ибо за меня это уже сделали вороны, которые уже предвкушают пиршество, но ждут только, когда прилетит к ним на помощь орел и своим сильным клювом прорвет толстую подмерзшую кожу. Или же, чтобы на их карканье подошел голодный волк. Предположение оказалось точным. Под липой лежала вчерашняя чушка, которую я передал возчикам, так же, как и выпотрошенную накануне, после чего пошел дальше на разведку. За этот день я отошел дальше, чем за предыдущий, тщательно все обследовал, но никаких признаков тигра не нашел. Вернувшись на бивак, я узнал, что таких же плачевных результатов добились и остальные охотники. Приходилось предполагать, что если тигр и был, то по своей бродяжнической привычке перешел куда-нибудь уже далеко. За весь день никто ничего не добыл, и настроение у охотников было нерадостное. Между тем, меня призывали домой текущие дела, а молодежь должна была мне сопутствовать, так как сыновей ждали уроки, а старших — работа. Сибата со своим компаньоном также решили вернуться во своей оси. По завтраку в утром мы стали укладывать вещи, уже подъехали нанятые нами сани, и мы решили ехать напрямик в Сейсин, не заезжая в Ранан. Когда уже половина вещей была сложена, прибежал корейец из соседней фанзы, и взволнованно сообщил, что ночью у него из фанзы тигр унес собаку. Известие казалось настолько фантастичным, что я не сразу ему поверил. Но затем все же решил проверить, хотя и оставил молодежь продолжать укладываться. Дойдя до фанзы, я действительно установил по следам, оставленным на пашне и на песке около фанзы, что ночью приходил барс, который и залег в засаду в непосредственной близости от входа в нее. Шагах в трех. Обыкновенно в корее внизу входной двери прорезывается отверстие, и на шарнире привешивается маленькая болтающаяся дверка для свободного прохода собаки. Так что хозяину не нужно впускать и выпускать ее, открывая дверь. Ночью, когда собака выскочила во двор, барс схватил ее, загрыз и унес в соседние скалы, расположенные на горе позади фанзы, что было видно по следам, волоку и оставленным кое-где каплем крови. Как видно, во всем играет большую роль его величество случай. И уйди мы на полчаса раньше, я, конечно, так и не знал бы о приходе барса. Гора, в которую ушел барс со своей ношей, возвышалась на версту. Это был южный склон, так называемый солнопек, густо заросший кустарником, крутой, перемежающийся скалами. Кое-где росли отдельные старые сосны. Самое любимое место для пребывания хищников днем является солнопек. И барс, плотно позавтракав собачатиной, наверняка лежал в это время в одном из уступов скалы и дремал, время от времени лениво наблюдая жизнь внизу и высматривая собачонку, которая подошла бы ему на поздний ужин. В этот момент он, конечно, не предполагал о грозе, могущей разразиться над его головой, а правильнее — шкурой. Решили так. Сибата и Виктор, соединив обе своры, пойдут по следу гнать барса, который, будучи вспугнут, неизбежно начнет подниматься в гору от преследующих его собак. Мы же, остальные охотники, предварительно, до выступления собачников, обойдем гору и займем позицию по ее вершине, где и будем ждать гона. На это нам была дана фора в два часа. Охотник Ким остался с Сибата. На одной из средних вершин остался ждать Валерий, а на промежутке, несмотря на свои 13 лет, остался Арсений. Я же поднялся на главную вершину и занял центр предполагаемого лаза, как говорят охотники. Лезли мы около двух часов, включая в это время и обход. Прошло томительных полчаса ожидания. Все было тихо. Хотя с моей вершины в бинокль была видна фанза, из которой барс похитил собаку, но загонщиков там видно не было. Ожидание становилось все более напряженным. В голову лезла мысль, а что если барс уже вышел из зацепленного района и давно уже вне нашей досягаемости? Ведь снега было так мало, что обходя гору, мы пропустили выходной след, и, может быть, теперь окарауливаем пустое место. Барс же был особенно желанным трофеем, так как за пять лет нашего пребывания в Корее мы много раз безуспешно гонялись за барсом. Валерию удалось даже раз подранить его, но взять хищника нам не приходилось. Параллельно с этим рисовалась, как в таких случаях бывает следующая картина. Вот там на опушке вдруг покажется барс, крадущийся и прислушивающийся к отдаленному лаю собак и не подозревающий нашей засады. А я, налюбовавшись, пускаю ему пулю в зависимости от расстояния и положения в голову или сердце. Нет, тому, кто не испытал этих переживаний, никогда не понять их. Как часто это бывает, финал разыгрался совершенно неожиданно. Внезапно мои мысли были нарушены отдаленным лаем собак, доносившимся снизу, откуда пошла охота. Лай был глухой, едва слышный, с перерывами, но все же сердце встрепенулось. Появилась надежда, что он идет не по случайному зайцу или козе. Через небольшой перерыв лай повторился и слышались отдаленные голоса. Гон шел по направлению номера Валерия. Через некоторое время внизу раздался выстрел. Вначале я не мог понять, в кого стреляют, но усилившийся лай показывал, что это выстрелил Сибата, чтобы поднять дух своры. Действительно, по скалам загудело эхо от шести собачьих глоток. И лай все приближался по направлению к Валерию. В перемешку с собачьим лайем раздалось грозное рычание Барса, которому с полным животом было, видимо, трудно уходить от преследования собак. Естественно, что зверь злился еще потому, что собаки не дали ему спокойно насладиться отдыхом на теплом солнышке после столь обильного завтрака. Можно было быть уверенным в том, что у него слюнки текли от предвкушения нового любимого кушания, когда он увидел собаку колофанзы. Теперь приходилось удирать от них. Гон тем временем продолжался, и, судя по лаю и ворчанию Барса, был уже недалеко от Валерия. Зная выдержку сына, я не сомневался, что, подпустив зверя, он уложит его на месте. Неожиданно Барс свернул влево и пошел параллельно горы под меня, и вскоре остановился сожжения в ста в скалах подо мною. Из-за густых зарослей ничего не было видно. Так прошло еще минут десять. По-видимому, хищник остановился в удобном для него месте и не хотел оттуда выходить, а собаки не могли его стронуть. Это мог быть высокий камень или трещина в скале, и собаки не могли подойти сзади. Определив положение, я рискнул оставить свой номер и постарался подойти к зверю. Приспустившись, я подозвал Арсения на свой номер, чтобы он караулил за меня, а сам стал спускаться на лай. Предприятие оказалось очень сложным, так как чаще и овраги со скалами, куда завел бар с собак, были почти непроходимыми. Эхо лая разносилось во все стороны и трудно было определить точное местоположение своры, хотя от нее я и находился в шагах в ста очень осторожно, чтобы не спугнуть раньше времени зверя. Весь косогор был завален сухими, шуршащими дубовыми листьями, упавшими сучьями, перемежавшимися с рассыпавшимися камнями. Ну, конечно, не смолкая мылась собак и рычание барса значительно облегчали дело. Шаг за шагом, пробираясь вперед, я старался увидеть барса или собак, но все мои попытки были тщетны. Особенно мешали в этом отношении густые заросли корявых горных сосен, зелень которых окончательно закрывала горизонт. Я был на одном уровне слаймы, мне казалось, что шагах в 75 от цели. Пришлось продвигаться еще более осторожно, курок ружья был взведен на случай моментального выстрела, так как барс, не будучи в состоянии удрать от собак, мог спрыгнуть на меня откуда-нибудь сверху. Судя по его ручанию был достаточно сильно раздражен, да и самолюбие его было несомненно ущемлено. Чувствовалось, что без борьбы он свою шкуру не собирался отдавать. В этот момент я совсем забыл, что кроме меня и собак снизу зверя преследуют еще трое охотников, и по времени они уже должны быть недалеко. Совершенно неожиданно я услышал уже неподалеку от себя хруст сломанного сухого сучка и сразу же сообразил, что сук этот треснул под ногой одного из нижних охотников, подбиравшимся на лай собак подобно мне. Это дало мне толчок поспешить, чтобы не упустить случай, взять такой интересный трофей. Я ускорил шаги, но продолжал красться. Лай уже был где-то совсем вплотную. Передо мной находился неглубокий заросший овражек. Видно, собаки были в нем, и поэтому я не мог их видеть. Но где же в таком случае находился барс? Переди меня в овраге росла толстая сосна, ствол которой, голый от сучьей, в сажене на три выселся кверху, а выше, на вершине дерева, была густая шапка хвои. Не зная, куда лают собаки, я не догадался взглянуть кверху. Ну, может быть, из-за гущей ветвей я бы ничего и не шагов, но концы ветвей кроны его были уже надо мной. Лай шел из-за врага, где-то буквально из-под меня, но ни собак, ни барса не было видно. Я, конечно, был готов в любой момент к выстрелу в случае неожиданного поворота событий. Еще шаг, я был поражен, увидевши падающую с чистого неба бомбу. Впереди меня в шагах в двенадцати свалился с дерева клубком барс. Первый момент у меня создалось впечатление падающего сетчатого мешка, наполненного яблоками, но мешок, коснувшись земли, мигом развернулся. Барс не бросился на меня, перескочил овраг, в котором сидели собаки, и пустился наутек на соседнюю горку. До перевала ее было от меня не больше сорока шагов. Собаки ринулись за ним, я моментально вскинулся и выстрелил в угон. Но барс скрылся за горой, перевалили ее и собаки, и я перескочил овраг и быстро стал подниматься за собаками. Взбежав на половину подъема, я услышал впереди себя страшную возню, лазь собак и рев зверя. Тут мне стало ясно, что пуля сделала свое дело. Барс тяжело ранен, и собаки настигли его. Не успел я подняться, как мне навстречу появился самый молодой пес, дружок с окровавленной мордой. На перевале появился кома, морда его тоже была вся в кровяливый, глаз разодран когтем зверя. Свалка слышалась в шагах в пятидесяти впереди в зарослях, куда я мчался полным ходом. Раненые собаки бежали за мной. Подбежав, я увидел замечательную картину. Четыре оставшиеся собаки вцепились в горло зверя, все катались общим клубком, постепенно скатываясь все ниже. Было видно, что Барс получил смертельную пулю и терял силы, но, несмотря на это, выворачивал голову, стараясь схватить зубами одну из собак. Вернувшийся кома присоединился к остальным собакам, а молодой дружок больше нападать не решался. Было необходимо добить зверя, чтобы избавить собак от риска получить еще больше ранения, так как почти все они имели уже царапины. Все поле битвы было закровавлено. К сожалению, азарт собак был настолько силен, что ни отозвать, ни оттащить их одному было невозможно, а стрелять в клубок во избежание ранения или случайного убийства собак я не мог. Барс каждой минуты ослабевал. На счастье в этот момент ко мне подбежал охотник Ким. Он был близко от меня и, как я и предполагал, подбирался к Барсу на лай собак. Ким схватил за хвосты двух собак и оттащил их, а я, воспользовавшись моментом, добил Барса в шею. При добивании хищника избегаешь стрелять в голову, чтобы не попортить черепа, который идет для коллекции. Вскоре собрались все охотники и, конечно, стали рассказывать свои переживания. Особенно много пережил Валерий, на которого Барс шел вначале. Зверь, преследуемый собаками, вплотную подошел к нему, ворчал и бросался на собак, но был в густой заросли, что не давало возможности стрелять. Было время, когда казалось, что зверь вот-вот покажется, но в последний момент он свернул в сторону, так и не показавшись на глаза Валерию. По рассказам Виктора и Сибата, они, поднявшись на первый выступ скалы, нашли остатки костей собаки, мясо которой вместе с кожей и мелкими косточками было уничтожено зверем. Барса собаки подняли на следующей террасе не дальше трехсот шагов от фанзы, где насытившийся зверь решил провести день, наблюдая за фанзой и обдумывая, как видно, план, в который из фанз деревушки стащить другую собачку. Подняв барса, собаки вначале шли нерешительно и, чтобы подбодрить их, Сибата сделал выстрел, после которого они дружно погнали и уже не отставали от зверя. Притащив зверя к фанзе, мы уложили его на сани с нашими вещами, распрощались с Сибата и Кимом и отправились напрямик в Сайсин. Это был первый барс, добытый нами в Корее и дома нам устроили торжественную встречу. Три барса Приехав в январе 1940 года в Манчжурию, мы начали с охоты на косы кабанов. Так как снега почти не было, и о тиграх, и барсах нам приходилось только мечтать. Правда, изредка следы попадались, но следить не представлялось возможным. Ждали то новолуния, то полнолуния, когда есть больше шансов выпасть очередному снегу, но время шло, луна сменялась, а ожидаемый снег кончался пустоцветом. Тяжелое это испытание для таежника, принимая во внимание все тяжести таежной жизни для охотника-любителя, которому судьба приготовила как эмигранту долю охотника-промышленника. Как не верти, с месяца нет тебе никакой скидки. Хочешь, не хочешь, жди тридцать дней до рождения очередной луны. Так было и на этот раз. Пришлось довольствоваться только козами и кабанами. В одно морозное утро, выйдя из местечка Чунгоу, в котором мы задержались на несколько дней, я направился на салонопяки специально за козами, которых в тех местах было действительно очень много. Иногда в день можно было встретить до сорока и даже при бесснежье брать от трех до семи штук. День выдался очень тихий, козы выскакивали далеко и я к полудню взял только двух козлов. Район был почти безлесным и я не рассчитывал встретить ничего крупного. Поднявшись на одну из вершин, я почувствовал приближение времени обеда. Посмотрел на часы, было четверть второго. Надо сказать, что даже при тридцати градусах мороза, охотясь по горам, приходится одеваться очень легко. Поверх свитера обыкновенно надета замшевая куртка и такие же брюки. Все согревание рассчитано на движение и поэтому во время обеда приходится разводить костер, чтобы около него греться и, конечно, пользуясь случаем, подогреть бентол. Коробка с крышкой, в которой лежит отваренный рис с приправой и сварить чай, по большей части из собранного снега. На все это преумение уходит не больше тридцати сорока минут. Для обеда охотник старается занять такой пункт, с которого виден далекий горизонт или же на зверовой тропе и, пользуясь свободным временем, пока кипит чай, осматривает в призматический бинокль все складки местности, находя часто таким образом зверя. Итак, перевалив за хребет и осмотрев горизонт, я не заметил ничего подозрительного. Ниже меня шагов на двести спускался довольно отлогий косогор, сильно заросший желтым горным ковылем. Местами ковыль был довольно высоким и густым, так что за десять шагов ничего нельзя было видеть. По косогору росли кое-где отдельные дубы. Ниже шагов в двухстах косогор пересекался неглубоким крупным оврагом, противоположная сторона которого была хорошо видна, хотя на ней тоже кое-где были разбросаны старые дубы. По обыкновению, находясь в тайге ежесекундно на готове, я держал винтовку на перевязи на правом плече и стал собирать с земли тонкие сухие сучья, стараясь не производить шума. Набрав приличную охапку, я подошел к намеченной площадке, чтобы развести костер, поднял голову и еще раз взглянул на горизонт. В этот момент я увидел ниже себя шагах в 150 вскочившего на ноги барса, стоявшего ко мне боком на небольшом холмике и просвечивающего ясным силуэтом сквозь редкий в этом месте ковыль. У меня получилось впечатление, что барс спал на солнце, но, услышав мой шорох, вскочил и прислушивается. Конечно, мой хворост вмиг разлетелся по сторонам, а винтовка очутилась у плеча. Я выцелил и выстрелил, но был поражен случившимся. Вслед за раздавшимся выстрелом вместо одного стояло в ряд три барса, все с поднятыми головами и круто поднятыми хвостами. Но это длилось только мгновение, второго выстрела я произвести не успел. Барсы вмиг спрыгнули под бугорок и скрылись. Переведя патроны, держа ружье на готове, я бросился к тому месту, где стояли барсы, в надежде увидеть их удирающими через овраг. Но пока я бежал, не сводя глаз с горизонта, я ничего увидеть не мог. Скачив на возвышенность, на которой находились в момент выстрела барсы, я видел одного из них, стоявшего в шагах в тридцати от меня в траве и смотрящего в мою сторону. В момент моего появления он лег, и трава совершенно скрыла его. Ничего не оставалось делать, как выцелить в траву, где по предположению мог быть барс. Я выстрелил еще раз. Барс, видимо, тяжело раненый, перевернулся через голову и стал волчком крутиться на месте. Я наблюдал, предполагая, что он сейчас же упадет мертвым, но зверь, проделав несколько раз колесо, вскочил и бросился в сторону, скрывшись в густой траве. Не теряя времени, я добавил патронов, осмотрел горизонт и, не видя других барсов, бросился влево на ближайший холмик. Как только я вскочил на него, то увидел другого барса, переваливающего следующий холмик шагах в сорока от меня. Выстрелить я не успел и бросился к тому месту, которое только что перевалил зверь. Он бежал, не торопясь, и я увидел его переваливающим следующий холмик. Я гнался за барсом шагов двести, мельком видел еще несколько раз, но ни разу не мог выстрелить. Третьего барса мне больше не удалось увидеть. Вернувшись, осмотрел следы и стал разбираться в них, что при полном бесснежье оказалось очень трудной задачей. Все же, провозившись полчаса, я восстановил полную картину происшедшего. Осмотрев место, на котором были барсы, я заметил несколько капель крови. Следы вели к тому месту, где я увидел зверя, когда он прилег вторично. Насколько была серьезной первая рана, установить не представлялось возможным. Все же была какая-то причина, которая заставила зверя задержаться, пробежав всего десять сажений. Лежи он спокойно, я, направляясь по следам, несомненно попал бы ему в зубы, так как лежащим его увидеть не мог. На мое счастье, я еще увидел его стоящим, а прилег он уже у меня на глазах. Думаю, что, стреляя барса в траве наугад, я не попал в него, а только спугнул. Следующая же пуля, пущенная на бегу, ранила серьезно, так как на месте колеса была масса крови. Дальше след завел меня в сплошные тростники выше человеческого роста и местами настолько густые, что дальше двух-трех шагов ничего не было видно. Я продвигался крайне медленно и осторожно. Пробежавший зверь буквально оставил канаву в зарослях, причем трава с обоих сторон была обильно измазана кровью. Кровь была густой и темной. Идти дальше одному, да при том еще без собаки, было безумием, так как при таком ранении хищник не мог быть далеко и, услышав мое приближение, мог бы атаковать, сделав засаду. При всей бдительности и виртуозной стрельбе он может захватить охотника врасплох. От бивака я находился на расстоянии верст пятнадцать. Идти туда для того, чтобы затем вернуться с кем-нибудь из охотников в тот же день было невозможно. Оставлять след без снега и потерять на следующий день было жаль. Такой трофей не каждый день встретишь, ведь барс был очень крупным. Взвесив все, я осторожно стал продолжать слежку. Дело происходило на сонопеке. Земля была сухой, как и трава, и следить было трудно. Кровь терялась, приходилось делать круги, что отнимало много времени, естественно утомляло и уменьшало бдительность. Обед мой все еще находился в пейтузе. Примечание пейтуза охотничий мешок было уже три часа. Найдя снова след, пройдя немного почти по чистому месту, я вновь влез в сплошной тростник. След шел не по ровному месту, а по косогору, и снова голос здравого смысла говорил, что нужно бросить слежку и прекратить рисковать. Самолюбие же тигра старого охотника говорило, что если ты действительно тигр, то обязан идти дальше и не бросать следа. Кроме того, я фаталист. Я подумал, что за полвека моей охоты я, не задумываясь, подвергался еще большим опасностям и ни разу перед ними не отступал. Неужели мой дух стал слабым? Нет, я не могу не идти дальше. И отправился по следу, выкинув из головы все сомнения. Так как видимость горизонта стала более чем ограниченной, а след представлял собой продавленную в сухом тростнике борозду с каплями крови на траве, я на всякий случай ощупал за поясом нож, осмотрел еще раз взведенный курок винтовки и стал медленно и осторожно пробежаться, прислушиваясь поминутно к малейшему шороху и стараясь выловить тяжелое дыхание раненого зверя, лежащего где-нибудь поблизости в чаще. Должен сказать, что дыхание раненого зверя не раз давало мне возможность разыскать его в чаще, однако ничто не выдавало близкого присутствия барса, между тем, как тяжелое ранение, несомненно, заставило его забрести в ближайшие заросли. Он не мог быть далеко, тем более, что я не встретил ни одной лёжки. Неожиданно я потерял след. Видимо, зверь не пошел дальше, так как я оказался в тупике следа. Я прислушался. Ничего слышно не было. Предполагая, что барс сделал высокий прыжок, не задевая камышей, я остановился и стал разглядывать. Ничего не увидев впереди, я повернул вправо и мороз пробежал по моей коже. Всего в двух шагах от себя я увидел лежащего барса. Первое, что я сделал, это прицелился, но не успел выстрелить, так как в момент скидки рассмотрел, что зверь лежит на спине, все четыре ноги его были задраны кверху, и он был мертв. Ох, сюрприз был, конечно, приятный. Со времени, когда я стрелял в барса, прошло около часа. Ясно было, что, будучи тяжело раненым, пришел сюда он и по своей привычке свернул кверху в сторону и лег над своим следом на косогоре, чтобы в случае преследования напасть на охотника сверху. Дождаться ему моего появления не пришлось. Смерть наступила раньше, и он уже, будучи мертвым, перевернулся и скатился почти на свой след. Хищник оказался крупным самцом. Завалив тушу нарезанным камышом, я пошел осмотреть еще раз место, откуда я стрелял по барсам и выяснил следующее. Три барса лежали на маленькой возвышенности в камышах, играли и катались на солнышке, так как вся поляна была укатана. Случайно один из зверей встал, не подозревая даже моего присутствия поблизости. В эту минуту я взглянул в его сторону. В момент первого выстрела вскочили и остальные два. Эффектно показались три головы и три хвоста, но тотчас же звери спрыгнули с горки. Однако они не побежали, а задержались, не разобрав сразу в чем дело, я увидел их, добежав до места лежки. По-видимому, два спрятались в густой траве, а раненый не лег. Когда я его увидел, обстреляв по-первыхому, я добавил патронов в свой Спрингфилд и бросился искать, нет ли поблизости других. Тогда спугнул второго, но выстрелить в него мне, к сожалению, не удалось. Вывод в конечном результате таков. При полной как и на этот раз все кончилось благополучно, но необходимо все же помнить, что не всегда так заканчивается удачно. Теоретически, при охоте на хищников, особенно, когда дело дошло до стрельбы или преследования, даже в том случае, если вы не вполне уверены, ранен или зверь или зверей несколько, нужно быть спокойным, осмотрительным и не лезть зря в чащу. Однако, надо добавить, что те охотники, которые проявляют слишком большую осторожность при охоте на хищника, никогда и никого не убивают. Как уже сказано выше, я лично фаталист. Верю в свою звезду, никогда в жизни ни перед чем не останавливался, ни перед какими опасностями, даже имел счастье чудом выйти из-под тигра, сравнительно малоискалеченным. А вообще, смело могу сказать, у меня есть что вспомнить. Помимо случаев с хищниками, я не раз рисковал своей жизнью. В боях с хунхузами, браконьерами, подвергался нападению бандитов, штормовал в бурю в море, управляя шхуной, бывал в бурю за бортом, спасаясь при взрыве бензина, от которого в море загорелась яхта. Тонул в водовороте горной речки, спасая других тонущих и имел массу подобных случаев в жизни. Пишу об этом не потому, чтобы похвастаться, а лишь разъяснить молодежи, что для этого нужно быть быстрым, смелым, уверенным в себе, решительным и сильным, физически и ловким, всегда хорошо тренированным, быстро соображать и раз решив уже не отступать. Конечно, прежде всего нужно быть сильным духом. Это начало и конец всех успехов. Кроме того, при всех приготовлениях на дело, сопряженное с риском, нельзя быть небрежным, ленивым, рассеянным и беспечным. Нельзя также упускать после окончания рискованного происшествия всех его малейших деталей. Нужно все их взвесить и во всем разобраться. Иначе говоря, быть всегда и ко всему готовому. Все же еще должен сказать, надо быть фаталистом и верить в счастье. Кто должен утонуть, тот не сгорит, ибо все нам заранее предначертано в книге судеб. Я буду, конечно, вполне удовлетворен, если прочтя эти строки, хотя бы один только юноша вникнет в их суть и попробует провести их в жизнь, ибо сам я не мыслю для юношества иного понимания. КОНЕЦ